Ну что ж, бездельники, для вас пока что учебный год окончен. А ты бы хотел, чтобы твои летние каникулы продлились еще дольше? Тогда быстренько ставь свой лайкосик под этим видео. И, конечно же, не забудь подписаться на наш канал и сделать вот эту красненькую кнопочку серенькой. Круть, можно полдня дрыхнуть. Успею к марафону подготовиться. О, Мортис Эмс, у вас какие планы на каникулы? Я видосики буду снимать. А ко мне завтра драки приезжают на все каникулы. Ух ты, драки. Ага, о, а у меня идея. Приходите завтра вечером все к нам. Фу, я в ампирское логово не пойду. И вообще, кто такой драки? Ха, испугался? Я так и знал. Нет, но предлагаю встретиться на нейтральной территории. Да пожалуйста, трусишка. Ха, 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 ха. Но это мы еще посмотрим, кто трусишка. Ах да, чуть не забыла. В школу не ногой. Ясно? А что, ремонт будет? Ага, ремонт. Завтра с утра бегаем вместе. А с чего это? Ну, мы марафон, подготовка. Между прочим, вы все обещали со мной бегать по утрам за компанию. Помнишь? Ага, ну что-то такое помню. Ну окей. Вот отлично. А вы, ребят? Да, конечно. Ну, если пообещали, то да, конечно. И в школу не ногой. Кого это летучие мыши с утра принесли? Вот блин. О, ты только проснулся? Давай собирайся, а то опоздаем. Куда опоздаем? Я как раз спать собирался. Ты же обещал со мной бегать. Марафон. Подготовка, ты помнишь? Точно. Слушай, ну давай в другой раз. Всю ночь на кладбище тусил. Спать хочу. Сейчас надену повязку для сна от Эмс и спать пойду. Ну все, до вечера. Ничего. Еще Эмс и Эдгар. Они меня точно не подведут. Какой с кем придумать. Он мне будет самый лучший. Он мне будет самый лучший. Только не говори, что и ты забыла. Ой, о чем забыла? О пробежке. Подготовка к марафону. Ты что, по мне, конечно. Давай часика через два. Я умоюсь, накрашусь, позавтракаю. Я помню. Давай в другой раз. Странный какой-то. Разбудил он ушел? Пойду еще поспим. Никто меня не подержал. Вот был бы ли он. Но он уехал. А Эдгара мало надежды. Привет. Ты не спишь? Мы же бегать собрались вроде. Я даже будильник завел. Ты настоящий друг. Не то, что некоторые. А что такое? Ты представляешь? Они все проспали. Забыли. Отлично. Я на это и рассчитывал. Ты что-то сказал? Да мы побежали. Время-то идет. Ага. Побежали. Ребята, всем привет. Давайте вечером встретимся в школе. Я очень заскучился за вами. Ну что ж, до вечера. Что у вас в школе, Браунт? Ну, мы здесь. А где Мортис и Драки? Могут не приходить. Я не расстроюсь. Ага. Я тоже. За Драку я соскучился. А Мортис может и не приходить. Ты чего? Ничего. А что с Альпримом? Он на тебя и Мортиса обиделся. Из-за утренней пробежки. Кто обещал бегать по утрам? Эх вы. А еще называется друзья. Так а что я? А я была готова. Но только не в 6 утра. Всем привет. Там мы не виделись. Привет. Ну рассказывайте, как вы? У меня был отпадный эготцы в школе вампира. Каждый вечер мы друг другу страшилки рассказывали. И так все равно ваню устраивали. Ух ты! Страшилки! Подумаешь, по-любому они страшные. Может пойдем в другое место? Помните, что Биби Арнольдов наговорила? А что она говорила? О, ну что типа в школу нельзя. На каникулах. Ремонт. О, я ж не знал. Да все норм. Видишь, ремонт еще не начался. И у нас есть слабое звено, которое ко мне или к тебе в гости бы не пошло. Хм, кто? По-моему, это он и тебе. Что? Ничего подобного. Мы же прямо сейчас к вам в склеп и пойдемте, или где-то вы живете. Склеп. Ну, ты бы ему в пирамиду не отправил. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да-да-да. Да-да-да-да. 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 Ну, чего вы на него накинули? Эльбри, вот ты чего такой мразь? Мы же просто пошутили. Ага. Это он обижается за маркет. Но не суть. Расскажи лучше страшилку. Приготовьтесь. Ой, это жутко. Однажды Браулер поехал в лагерь. В этом лагере он нашел огромные черные перу. Очень страшно. Прям вообще. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ага. Согласен. Так себе. Ха-ха-ха. На следующий день после находки Браулер пошел со всем отрядом. В столовую. Когда все сели кошать, вожатую видел в микроволновке огромных тараканов. Тараканы выбегали и укасали детей. Дети с крыльком выбегали из столовой и разбежались по корпусам. На следующий день все начали болеть, кого покусали. Дети как будто зомбировались. Спустя сутки почти все дети заболели. А у мальчика с пером даже не осталось следа от укусов. Каждый день становились траканов больше и больше. Они увеличивались и становились размером человека. Скоро детей, которые не заболели, разрешили их забрать домой. Мальчик с пером забрал это перо домой. Больше в этот лагерь никто никогда не ездил. Кто-то идет. Точно, наверное, тараканы сбежали из лагеря. Тараканы сбежали из лагеря. Огромные мальчики. Шаги приближаются. Ух ты, жутенько. Дальше спрятимся. Как интересно. Ну что ж, я найду хозяина этого пера. Давно его ищу. Я не понял, зачем иметь перо? У меня другой вопрос. Зачем она вообще приходила? Может, она тоже заколдована? Ага, согласен. Стремная какая-то. О, мой подарочек. А что с Биби Арнольдом? Я так и не понял. Чего в темноте сидишь? Просто хотел остаться незаметным, а потом их напугать. А, понял. Ну, прости, что испортил твой план. Да все равно вам забей. Интересно, а где все долго их ждать? Могут вообще не приходить предатели. Так никто из них не извинился. Не поддержал меня в подготовке к марафону. Только ты один настоящий друг. Ага. Кто это? Где я? Почему так не то? Есть здесь кто-нибудь? Всем бояться, Амортиз будет появляться. Повелитель кладбища тазика испугался. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Привет. Привет. Ты очень красивая. Даже с этой штукой на голове. Спасибо. Ты это видела? Ну ладно, Эдгар, бреди. Но от тебя я такого не ожидала. А че я? И вообще, Эдгар, между прочим, мой друг. Не то, что вы. И вообще, мы как раз собирались тебе помочь. То есть вы были здесь. И просто надо мной смеялись. Ах, вы. Эмс, оставь их. Ну конечно. Ну вот и отлично. Ну конечно же нет. Ложи. А у вас тут весело. Что за игра? Это не игра. И вообще не весело. Эти двое. Вообще. Так, а чего мы? Что за недоразумение? Ах, это вы недоразумение. Ребята, не ссорьтесь. Помните, зачем мы собрались? Страшите бога. Да, пока кто-то не испортил настроение. Ну ты прости. Наверное, ему переборщили. Проехали. И ты прости за марафон. А хочешь, хочешь, завтра вместе побегаем? Честно? Ну да. Только не в 6 утра. Хорошо. Такая обрезительно милая сцена. Ну что, о страшилке будем рассказывать? По-моему, ты и так уже испугался. Так что зачем тебе страшилки? Мы еще свидимся. Лол. Сколько можно? Согласен. Нужно торопиться. А то вдруг нас здесь кто-нибудь заметит. А я сразу говорю, что здесь собираются дурацкие идеи. А еще Бибиан Родина в тот раз приходила. По-моему, кто-то тресишка. Подумаешь, Биби Арнольдовна пришла ночью и забрала черное перо. Драки, чья очередь рассказывать страшилку? Бросим жребий. Интересненько, уже придумал. Конечно, все решат монетки. Если что, я первая тяну. Итак, в этом ящике пять монеток. Одна из них с черным смайликом. Кто ее достанет, тот и будет рассказывать страшилку. Возьму вот эту. Ну ладно, пусть будет интрига. Копать хоронить. И как это понимать? Понимай, как хочешь. Интересно, все жители склепа в Хамо? У меня пусто. Да не очень сильно и хотелось. Пусто. У меня тоже. А у кого же метка? У меня. Просто мне было интересно, как вы будете тянуть свои жребия. На всем черном свете нет никого прекраснее тебя. Мои спасибочки. Мы услышим страшилку или нет? Представьте, вы находитесь в своей комнате. Резко свет выключается. И вокруг непросветная тьма. Ваша первая реакция мимолетный страх. Но ничего более. Прошло несколько секунд. Возможно, сейчас по спине пробежала дрожь. Это потому, что вам показалось, что кто-то пристально смотрит на вас? Задумайтесь, так ли это? Чтобы некоторые кровопицы не обзывались, пойду устану и проверю, что там. Тоже мне подвиг. Подумаешь? Дурацкие у тебя шутки. Эдгар! Эдгар! Ой, уйди! Уйди, наконец-то! Ой, напугал! Ой, не могу! Ну ладно, пойду проверю. Так вот, далее последует прозрение. Ваши глаза окончательно привыкнут к темноте. В начале это вас успокоит. Вы почувствуете умиротворение, потому что будете видеть, что ничего страшного нет. Но за время слепоты у вас обострился слух. Вы начинаете слышать какие-то неизвестные звуки. Шаги, 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 скрежет! Может это шаги Эдгара? Я проверю. Странно это все. Вскоре ваше воображение начинает дополнять эти звуки и добавлять картинки. Вы понимаете, что вам это все просто кажется, но в то же время это все настолько реально, что вы готовы поверить. Ну все, это уже не смешно. Может не пойдешь? Глобаси, Вина Эль Приму и Эдгар решили нас разыграть. Сейчас я выведу их на чистую воду. Шутники, нужно прекратить это недо-юмор. Ласлина, тьмы решили разыграть. А что дальше? Где? Ну, страшилки, что было дальше? Вы ощущаете себя в безопасности. Только здесь вы можете почувствовать себя в безопасности. Но вдруг его прерывает Эрильский прилив холода к телу. Одеяло отлетело в другой крайне из кровати. А над собой вы слышите мерзкое рычание. Ну все, сейчас я разберусь. Сейчас покажу, на что способен мой баллончик. Дратьте, я сейчас вернусь. Что-то мне не по себе. Это вы? Не ждал? Но вот мы остались одни. В смысле одни? А что с ребятами? А ты помнишь, о чем была твоя страшилка? О пире, тараканах и лагере. Чудно. Теперь перед тем, как ответить, хорошенько подумай. Ты выдумал эту историю? Или? Не понимаю, о чем вы? Это же просто страшилка. Ребята, вы понимаете, о чем говорит Биби Анрольдовна? Чуть и я уже начинаю ее бояться. Помогите мне разобраться в этой истории. И найти моих друзей. Я точно знаю, чтобы Биби Анрольдовна стала добрее. Нужно подписаться на канал. Но я ведь уже подписан. Теперь надо подписаться вам. Внизу под этим видео найдите красную кнопочку. И сделайте ее серенькой. Тогда Биби Анрольдовна не будет такой злюкой. И станет немножечко добрее. Что случилось? Где мы? Мрачный свет, выключи. А, вот тут это, забаррикадировали? Кто? Последнее, что я помню, это... Я беру баллончик и иду вас спасать. Все. Больше ничего не помню. Давайте я помогу. Спасибо. Я тоже ничего не помню. Открыв глаза, темно. Нащупал дверь, разогнался и выбил плечо. Ого, вот это ты сильный. Мортис, а ты что не будешь из шкафа вылезать? Мортис, ты чего застыл? Тут это, таракан. Мерзость. Чего? На вкус норм. Ночи больше было. Где остальные? Не хватает драки. И Эдгара. Ну да, куда ж без Эдгара? Сбежал, наверное. Чего ты сразу сбежал? А того, мое-то. Тсс. В классе кто-то есть. Так это же драки. Хо, копать, хоронить. С нашими все в порядке. Что? А вдруг не в порядке? Он там не один. С ним еще кто-то. Я слышу два голоса. Знакомый голос. Это же Пеппи Арнольдовна. Летучие мыши. Теперь я расскажу страшилку. Однажды, маленькая девочка оказалась в жуткой пещере. Под ногами, на стенах. В общем, вся пещера была покрыта тараканами. Они падали на девочку и кусали ее. Девочка бежала из пещеры с немыслимой скоростью. Мы скидывали эту мерзость. А когда вернулась домой? Что с ней случилось? А ты догадайся. Может, кому-то швабра нужна? Эй, Прима, ну ты в своем стиле. Ну и это. Ага. Чего? Смешно же. Выбрались все-таки. Ну что ж. Так это вы нас закрыли. Бинго. Ну зачем? И где Эдгар? А вы послушайте страшилку до конца. И поймете. Может быть. Страшилку? Там, там куча тараканов. Там, там в углу. Похоже, времени у нас меньше, чем я думала. Не получилось скрыться? Да, драки? А что я? Я? Простите меня. Я не думала, что так получится. Забылбали эти тараканы. Думал, не отобьемся. Там в коридоре их уже полчища. И подозрительно огромные. Это я виноват. Простите меня. Филя. Нужно убираться отсюда. Не получится. Мы по коридору не придем. И мне кто-нибудь объяснит, что происходит. Страшилки, тараканы, перья. Драки, сам расскажешь? Или мне рассказать Страшилку до конца? Ну, Драки, какое ты имеешь к этому отношение? Значит, продолжаю свой рассказ. А когда девочка вернулась домой, то увидела, что укусы почернели. Девочка постепенно превращалась в таракана. Она очень испугалась, но не знала, что делать. А можно быстрее все рассказать? Я их так долго не удержу. Чем еще закончилось? Да, расскажите, чем закончилось? И кто эта девочка? И зачем она здесь запись? Ой, извини. Чтобы вы мне не мешали драки допрашивать. Но, похоже, он и сам не понимает, в какую историю все к нас втянули. Так вот, спас девочку легендарный вор и оставил ей свое перо на случай, если те вернутся. Как амулет защиты от духов той пещеры. Но с одним важным условием. Она всегда должна носить перо с собой. Я понял. Эта девочка, это вы. Эль Прима, ты не устаешь поражать меня сегодня? Тогда, может, сам догадаешься, при чем тут драки. Давай так. Если сможешь, я поставлю высший балл за следующий год. По любому предмету. Лучше я сам. Бибиан Рольна проводила мастер-класс в нашем ампирском лагере. А вечером у костра рассказала нам страшилку. И я стыщил у нее это перо. Думал, что она пошутила, что перо это просто перо. А страшилка, выдумка, я же не знал. Копать хоронить, но ты даешь драки. Но перо теперь же у Бибиан Рольна, значит все будет нормально. Нормально. Ага. А почему тогда тараканы прутся сюда, как к себе домой? Ага. Нормально не будет. Я много лет искала логово этих гадов. И наконец-то обнаружила, что оно здесь, под этой школой. Я вызвала их на бой. Думала, что перо со мной. А теперь оно утеряло силу. После того, как кто-то украл его у меня. Так вот почему нельзя было приходить в школу. Вы нас хотели защитить. А как поняли, что перо у драки? Почувствовала. Как будто перо звало меня. Но это уже не имеет никакого значения. В смысле не имеет значения? Я не хочу быть тараканом. Да. Вряд ли тараканом ты мне будешь нравиться. Не хочу. Слышишь? Не хочу быть тараканом. Ребята, их долго не удержу. Нам нужно что-то придумать. Нам нужен ворон. Ага. Тот ворон? Легендарный боец? Класса убийца с ядом? Ну давай. Тоже уточни. Так а чего? Тут все понятно. Нам нужен ворон. Он даст нам снова перо. Тараканы погибнут. А мы выживем. Вот и все. Ну хоть у кого-то здесь светлая голова. Спасибо. Но мы же так и не знаем, что с Эдгаром. Ой, да что с ним случится? Подмахивается от таракашек шарфом. Ну или отпрыгнет. Он же скакун. Мортиз, ты мерзкий. Он не скакун. Он паркурщик. Ось, извините пожалуйста. Мортиз извиняется. Ничего себе. С тобой все в порядке. Мы волновались. Где ты был? Вот именно. Где ты был? И откуда ты взялся? Дверь-то закрыта. Эдгар, ну скажи хоть слово. Эмс, отойди от него быстро. Гоу. Вот ты пришел и сразу стало веселей. Красавчик. Фир, Мортиз, сделай что-нибудь. Тише, я думаю, думаю. Точно, как я сразу до этого не додумался. Ты что-то придумал, да? Ну, мы возьмем огромный тапок и... Ну, сама понимаешь, его чвек и нет таракана. Мортиз, как ты молчишь? А что? Вы другого времени, конечно же, для разборок не нашли. Мортиз, я понимаю, юмор, конечно, это хорошо. Но у нас на это сейчас нету времени. Ладно. Живи, таракашка. Я не верю, что нас Мортиз сбросил. Может, у него появилась идея, как нас спасти? Я сейчас чувствую себя такой, а так голодной. У меня вопрос. А почему он не нападает? А стоит на месте? Может, он и не опасен? Нет. Просто эти гады еще не полностью контролируют Эдгара. Но как только они приспособятся, он станет одним из них. Они перестали ломиться в дверь. Может, они устали и ушли? Вроде не пустая. Эй, не понял. Это вы о чем? Мне кажется, Бибиан Рольна намекнула, что тараканы передумали, как зайти в класс другим путем. Эдгар просто стал недостающим звеном. Вы хотите сказать, что среди тараканов есть еще браулеры? А я что сказала? Разве что-то другое? Ну, я просто переспросил. Неужели это конец? У меня возникла идея. А что ведь я их на время отвлеку? Может, за это время мы что-то придумаем? Или Мортиз вернется? А если они тебя схватят и покусают, ты же станет такой, как они? Не смогут. Эдгар тоже так думал. Но нам нужно выиграть время. И в том, что происходит, это все моя вина. Дракен, будь осторожен. Если что, я буду держать оборону здесь. Тогда игра начинается. Таракашки, догоняйте. По моему сигналу. Ясно. А я здесь могу слабо поймать. Ну что, испугайтесь трех, ребята, дай. Ну, вроде получилось. Ага. Даже этот толстяк ушел за ними. Эльприм, Эльпримов. Как тебе не стыдно? Это же твой друг. Ну, немножко изменился внешне. Ну, да. Простите, не подумал. Мортис великолепный. Встречайте аплодисментами. Ага. Ты вернулся целый. И ты нас спасешь. И я несу дары тьмы. Наш герой. Вот узрите. Силу и гениальность. А что такое? Мелки? Ага. Ой, не могу. Ну ты даешь. Даже я бы до такого не додумался. А что? Может и сработать. Где ты их взял? Ясно вам. Я хоть попытался. Я летал по пещерам. И кажется нашел ту, о которой говорила Биби Арнольдовна. В общем, там в одном тайнике я нашел этот коробок. Думаю, не зря таракашки спрятали его. Ну, прости. Ну, что не поверила тебе. Но если эта штука так опасна для них, да? А? Почему они ее не уничтожили? Не знаю. Может не успели или не смогли. У меня встречный вопрос. Где тараканы? Я что, опоздал? Вы сами справились? Думаю, тут примем бой. Нет, не справились. Драки их отвлекает. Пока мы пытаемся найти решение. И кажется, оно есть. Можно, милок? Естественно. А что вы придумали? Кажется, я поняла. Мы на доске. Милком напишем «брызь» и они уйдут. Я вижу, сегодня все блещут искрометным юмором. Мышонок, не переживай. Это у тебя стресс. Все будет хорошо. Что вы со мной как самочетно разговариваете? Они так со мной иногда разговаривают. Привыкнешь. Нет, я не потерплю. Ну что тут у вас? Кажется, мы нашли решение. Матис, ты вернулся. С тобой все хорошо. Тебя не показали эти гады. Не дождутся. И я создание ночи. Как и я. Итак, создание ночи. План. Рисуем круги. А дальше как повезет. По крайней мере, если не победим, бой будет знатный. А как мы вернем Эдгара? Смотрите, тут еще что-то. Тут что-то написано. Но я не знаю этот язык. Давай я прочитаю. Чего ты не понял? Абра-кадабра какая-то? Биби Арнольдовна, может вы знаете? А, ну все ясно. Тут написано, что ординарный круг защитит от нападения. О, а тройной прогонит врага и спасет друга. Эль Примо, красавчик. Кстати, откуда ты знаешь этот язык? Эль Примо, ну сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Ну вообще-то, мой отец дружил с воронами. Это вороний язык. Удивил. Ну слушайте, значит это ворон оставил это послание. Он как будто бы знал. Они рядом. Рисуем круги. Уже. Готово. Ну что ж, это конечно не Бравл Арена, но пусть нам повезет. Пусть повезет. Пусть повезет. Пусть повезет. На тебя, Надежда. Эх, все таракашки ловнули. Ха-ха-ха-ха. Эдгар, ты жив, дружище. Ха-ха-ха. 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 О, Эль Примо, привет. Мне такое приснилось, что я как будто стал тараканом. Гонялся за драки. А еще встретил тараканов, которые были браулерами. Вообще-то, это был не сон. Стоп. Кого он встретил? В смысле не сон? И другие браулеры, они же. Там их очень много. Они же все погибнут. Но можно же что-то сделать. Ну, пойдем и обрисуем все этими мелками. Ну, что Мортист принес. Не получится. Почему не получится? Почему? Мы должны что-то сделать. Согрись. Сейчас разберемся. Возьмем по порядку. Эй, колобок с ушами. Постарайся внятно объяснить, в чем дело. Ну, все. Я сейчас из тебя всех летучих мышей повыкрушиваю. Ха-ха. Ха-ха. Держи. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ну, все, лучше беги. Это умора, не могу Хватит Хотите вы этого или нет Но у вас принудительное перемирие Мортис Эдгар Ясно? Вот и отлично А теперь нам Эдгар расскажет Все что знает о пленных бравлерах Ну так все элементарно Берем анти таракани мелкие И ее там обмазываем Враги взрываются Бравлеры становятся собой Все элементарно, в чем проблема? Проблема Может проблема в том Что наших друзей там держат В клетках Вот таких А еще там очень-очень-очень сильно много ловушек Поэтому мелкие в этот раз не помогут Нужно что-то другое А может просто забросим туда мелкие? Мамочки Проси Увлекся Мысль полетела Не получится Мелкие сами Курги не нарисуют А что если забросить что-то милое? Ну, что не вызовет подозрения. А потом подействует как мелки. Ну, цветы, например. Ты гений. Короче, ребята, нам нужен Спраут. Ой, точно. Спраут. Кто из нас отправится к этому браузеру за помощью? Я что-то не хочу идти. Я могу. Но только я не уверен, что он захочет меня слушать. Ну, меня он точно выслушает. Есть один должок за ним. Какой? Придет время, узнаете. Может быть. Загадочная у вас училка. Я вот думаю, если Спраут согласится с нами идти в бой, его же таракашки даже укусить не смогут. Он же робот. Круть. Ну, не знаю. Спраут весь такой мифический, загадочный. Ему наверняка не интересны наши проблемы. Что значит неинтересно? Дело же касается всех браулеров. А никого не смущает, что у Спраута нет таких цветов, которые нам бы подошли. Типа у него нет цветов анти-тараканов? Так можно комбо сделать. Ну, как мы вот на уроках делаем. Точнет! Ого! Я тоже умный, как и вы. Короче, нам нужно соединение семена и мыловой порошок. Блин, я гений. Ты хочешь измело сделать порошок? Видимо, у вампиров проблемы со слухом. Я думал, что летучие мыши видят плохо, а они глуховатые. Что ты сказал? Походу, действительно проблема со слухом. Тишина! Итак, с вами я разберусь после боя. Я надеюсь, у вас есть план боя, потому что семена я принесла. Ух ты! Можно посмотреть? Только осторожно. Еще раз Спраут не согласится ими поделиться. Эй! Они выглядят обычно. Ничего особенного. Но они только выглядят обычными. Я вообще-то была на рынок со Спраутом. И знаю, на что способны его растения. Чего так смотришь? Ты с этой ступкой на ведьмочку похожа. Правда? Ага. Спасибо. Ага. У нас вот идея возникла, пока вас не было. Надо же, сами догадались. Ага. Вспомнили урок про комбо. Отлично. То есть план действий следующий. На антиторакане в мелом порошке выращиваем семена Спраута. А дальше я отправляюсь к кузникам и закидываю в клетки чудо-цветы. Вы отправитесь туда одна? Это неправильно. Мы все должны пойти с вами. Ага. Согласен. Я иду с вами. Нет, все будут создавать много шумихи. Да и вы нужны здесь. Альприма идет со мной. Думаю, вместе мы устроим неплохой цветочный град. В смысле? Можно подробнее? Естественно. В общем, Спраут сказала, что все получится только в том случае, если во время атаки все остальные сядут вокруг символа Бравл Старс и будут читать заклинания. Ну, Спраут, вечно у него всякие колдовские истории. Эмс, вы не родственники? Не знаю. Вряд ли. А какое заклинание? Давайте я запишу. Звучит так. Таракань и хитин, скорее сними, бравлерский облик тут час верни. Главное говорить это, не переставая. Пока мы, Сальприма, не вернемся. Иначе не сработает. Ясно? Вроде бы. Таракань и хитин, поскорее сними, бравлерский облик тут час верни. Ну, внешне цветочка как цветочки. Хе, милота. Ага. Никогда б не подумал, что это оружие. Угу. Тогда начинаем. Мистер Бэт хочет поиграть. Погнали. А нужно просто съесть вокруг или держаться за руки. Понятия не имею. Бибиан Родина про руки ничего не говорила. Хм. Интересно. А символ Бравл Старс рисовать нужно? Хм. Может он сам появится? Ну, когда мы начинаем произносить заклинание. Ну, знаете, как обычно в таких историях бывает. Да, был один интересный случай на кладбище. Ну да, где же еще? Можно мы эту увлекательную историю услышим в другой раз? Ну, давайте вы потом поссоритесь. Нету времени. Хорошо. Бравландский облик тут час верни. Верни. Смотрите. Нам же нельзя останавливаться. Помните, нам непрерывно нужно читать заклинание. Таракан и хитин поскорее сними! Таракан и хитин поскорее сними! Если вам понравилась наша история, напишите в комментариях! И про лайк с подпиской не забудьте! И чикатите новую историю про школу Брау Старс! Всем пока-пока!